Привет, меня зовут Валерия Рене, я художник, анималист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. Здесь вы можете увидеть представленные мной морские работы. Вообще морская тема в моей творческой жизни не так давно присутствует, всего с 2020 года я начала ее активно исследовать и изображать, когда готовилась к групповой выставке, до этого писала море, может быть, всего раза три. Но эта тема настолько обширна, настолько разнообразна, такие разные там обитатели в этих глубинах, их так много, что тема, конечно, меня поглотила, море меня пленило. И вот уже третий год я не могу остановиться и продолжаю работать с этими сюжетами. Сегодня я хочу вас познакомить с некоторыми своими работами, на основе которых я решила создать большой морской курс. Это обучающий курс, который будет подходить и начинающим, и продолжающим, и опытным художникам, потому что там будет и крепкая база, и интересные техники, приемы авторские. В общем, я уверена, что это будет полезно. Очень давно меня просили создать этот курс, наверное, года два я на него созревала, и вот, наконец, зернышко проросло. Долгое время я была нейтральна к морю, и только в 2018 году, когда я ездила в небольшое путешествие в сторону Сочи, Адлера, решила взять с собой тогда скетчбук и сделать несколько зарисовок. И, собственно, тогда начала уже исследовать, а как можно вообще море написать. И сделала несколько заметок, зарисовок, которые отражали волны, отражали состояние морей. И, собственно, пробовала, изучала, исследовала, как можно это сделать, как можно нарисовать вот эту пену морскую. Это вот пробы как раз 2018 года. Здесь уже нарисован набросок для работы к выставке. В 2020 году вместе с коллегами я участвовала в групповой выставке, посвященной морю. И, собственно, хочу вам показать каталог. Вот он, каталог выставки «Морская», где я представила несколько своих работ. Там были изображены различные морские животные. И, собственно, с этого, можно сказать, момента я начала углубленно уже исследовать возможности написания морей. А точнее, именно морских обитателей. И то, как они себя вообще в море ведут, как они там себя чувствуют и как они взаимодействуют со своей окружающей средой. И, собственно, вот они работы. Здесь, конечно, не все представлены, только несколько их по количеству. И на основе этих работ, некоторых из них, мы, собственно, на курсе «Большой морской», который я для вас готовлю, будем создавать собственные произведения, основываясь на тех приемах, техниках, которые я для себя открыла, изучила, исследовала в процессе подготовки к этой выставке. И при создании дальнейшей серии, которая у меня сформировалась благодаря вообще моему стремлению и желанию поисследовать эту тему. Потому что, как оказалось, писать море увлекательно. Хотя долгое время я к нему была абсолютно нейтральна. Но то, как плавно и пластично ведет себя вода, как она может красиво передавать отражение, как удивительно могут складываться узоры из пены морской. И то, как красиво могут в пространстве раскрываться и проявляться различные животные, различные создания. Все это меня очень сильно захватило. И до сих пор я эту тему продолжаю. В этом году, в 2023-м, мне посчастливилось побывать на Шантарских островах. Это очень уединенное, дикое место на берегу Охотского моря, где заплывают гренландские киты. И, собственно, вот этот скетчбук тоже у меня был заполнен там. На месте я рисовала по своим впечатлениям, по своим удивлениям от того, какая там невероятная природа. Я хочу вам тоже сегодня показать несколько зарисовок. Какие-то из этих зарисовок потом станут или уже стали полноценными картинами. Но это тоже тема морская, околоморская берега. Это все Охотское море. Тоже посмотрите, насколько оно разное. То есть, как по-разному могут себя показывать воды морские. При разном освещении, при разном угле взгляда. И все равно даже сам состав воды, он тоже, конечно, отличается в тех или иных местах. И, в общем, все это будем мы с вами подробно и внимательно изучать на морском курсе. Исследовать, смотреть, как, каким образом мы можем красиво, убедительно и живописно показать водную гладь и глубину. Исследовать, смотрите, как, каким образом мы можем красиво, убедительно и живописно показать водную гладь и живописно показать водную гладь и живописно показать водную гладь. Исследовать, смотрите, как, каким образом мы можем красиво, убедительно и живописно показать водную гладь и живописно показать водную гладь.